Я представляю вам ленинградского гостя нашей передачи, главного режиссера Большого драматического театра имени Горького, Георгия Александровича Товстаногова. У нас, Георгий Александрович, пойдет с вами речь о режиссуре, удивительной профессии, которая вбирает в себя весь театр, и даже больше, чем театр. Я вот вспоминаю сейчас большие и интересные ваши спектакли, поставленные на ленинградской сцене. И в этих ваших спектаклях, я подчеркиваю, ваших, вспоминаются тоже большие интересные актерские работы. Ну, Кирилла Лаврова, Евгения Лебедева, Владислава Стражельчика, Сергея Юрского, покойного Ефима Капеляна и других прекрасных мастеров. Вот как бы вы определили вот эту закономерную взаимосвязь искусства актера и искусства режиссера? Действительно, часто эти две профессии противопоставляют друг другу. Между тем, здесь нет, мне кажется, никаких оснований для противопоставления, потому что с разных концов и артист и режиссер делают одно дело. Другое дело, что часто это противопоставление возникает от столкновения не очень квалифицированного режиссера с прекрасными артистами или прекрасного мастера режиссуры с посредственными актерами. Тогда конфликт закономерен. Но если говорить о высоте профессии с одной и с другой стороны, то я думаю, что ценность лично для меня, во всяком случае, режиссуры только в овеществленном актерском выражении. Поэтому, когда вы лестно говорите о интересных больших спектаклях с актерскими интересными работами, то мне кажется, что здесь и есть та единственная форма гармонического зажитания этих двух профессий, без которой нет театра. Так. Ну вот вы говорите сейчас о взаимосвязи творчества двух художников сцен, актера и режиссера. Но в этой взаимосвязи, видимо, возникает и их взаимовлияние друг на друга. Несомненно. Несомненно. Если представить себе, что каждая работа над спектаклем есть некий художественный заговор, где все исповедуют одну цель, не потому что она приказана режиссерам, а потому что все заражены этой сверхзадачей, ради которой формуется будущий спектакль, то проявление свободной индивидуальности актерской при действительной вере в эту общую цель происходит процесс взаимного обогащения и замысла, и личности в этом процессе реализации замысла. Так мне представляется. Ну а какие-нибудь примеры из вашего богатейшего, которые могли привести? Ну, примеров очень много, конечно, можно было бы привести. Ну, если вспомнить работу, скажем, над мещанами с Евгением Лебедевым, при том, что мы были заражены общей мыслью, его собственный жизненный опыт, человека с Волги, знающего быт, даже этот лучше, чем знаю я, он не мог не обогащать всего строя спектакля, и было бы просто глупо игнорировать его и страха потерять престиж, так сказать, режиссера. Это нелепо, потому что я думаю, что этот процесс взаимодействия, он, ну так если грубо говорить, процесс слоеного пирога, где одно наслаивается на другое, предлагается с одной стороны, потом оно предлагается с другой, и высшая форма сочетания режиссерской и актерской работы, когда очень трудно обнаружить в результате, где чье.